МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лучшие дети". В канун 7 ноября в Бобруйске открылись два детсада. Конечно, это политика государства. Какие работы были проведены? Предприимчивый мастер. В Могилёве задержан взяточник. Он обеспечил дальнейшую закупку товарно-материальных ценностей. Как теперь будет расплачиваться за жадность? Осенние дары. Сельхозярмарка продолжает радовать горожан продукцией. Живая рыба, овощи и не только. За какими позициями выстраивается очередь? А также главный ориентир и осень жизни, как и осень года. Ноябрь хладнокровно вступил в свои права, что назначено природой. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Тема номер один. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам проведения президентских выборов 2025 года. Одно из главных требований главы государства – провести предвыборную избирательную кампанию, чтобы в приоритете были интересы народа. Президент предупредил о возможных информационных и политических провокациях. Руководителям регионов будут постоянно сообщать о ситуации при фиксации каких-либо опасных тенденций, заверил Александр Лукашенко. Мы, прежде всего, должны создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий. Подготовлены избирательные участки, я так понимаю, везде. Убедительно прошу вас, посмотрите на урны. Если надо, давайте уже какие-то стандартные или по областям стандарт установим и сделаем красивые, нормальные, чтобы не было неприятно. Это стационарные. Переносные тоже надо, чтобы они хотя бы смотрелись нормально. Не забывайте, что у нас так принято, еще с советских времен, выборы – это праздник. Кто бы нас не критиковал, люди приходят на выборы, они привыкли к тому, что где-то буфет, музыка играет и так далее. И, естественно, это сфера ответственности, прежде всего, наших местных органов власти. Также глава государства провел переговоры с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Белорусский лидер отметил, сотрудничество нашей страны и российского региона показывает колоссальный рост. В ходе диалога президент назвал наиболее перспективные сферы для дальнейшей совместной работы. Среди них производственная кооперация, поставки отечественной техники, наука, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, строительство. Нарешал вопросы. Областные правоохранители задержали очередного взяточника. Злоумышленника выявили сотрудники БЭП. Под пристальное внимание попал 47-летний мастер электротехнического участка одного из предприятий Могилева. Стражи порядка выяснили. Мужчина заработал более тысячи рублей налом и еще на 700 разными ценностями. Все это было передано ему за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Так, он обеспечивал дальнейшую закупку товарно-материальных ценностей и проведение своевременной оплаты за поставленные в адрес организации товаров. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Здравствуйте, дети! В Бобруйске открылись два обновленных объекта для самых маленьких жителей города. Наша съемочная группа вместе с почетными гостями перерезала красную ленточку. Праздничная атмосфера, детские улыбки, музыка и веселье. Детский сад номер 42, который расположился на Пушкино, одно из старейших городских учреждений такого типа. В 24-м основному корпусу заведения исполнилось 106 лет. Этим летом здесь провели капремонт. Сначала поменяли нам окна, потом сделали капитальный ремонт группы номер 5. Сейчас детский сад пополнился еще одной группой и рассчитан он в настоящее время на 5 возрастных групп. Наполняемость детского сада сейчас вмещают 85 детей. Отметить знаковые события в канун дня Октябрьской революции пришли председатель Бобруйского горсполкома, горсовета депутатов, депутат национального собрания, администрации Ленинского района и управления по образованию. После краткого экскурса интерактив с малышами. Светлый, уютный, современный. Сразу после Пушкина маршрут перестраивается на Московскую. Там располагается дошкольный центр развития ребенка номер 49. Здесь тоже был капремонт. Именно поэтому на праздник собирается много людей, в том числе благодарные родители. Хочется, чтобы наши дети находились в красивых, удобных, теплых помещениях. Поэтому спасибо огромное Игорю Николаевичу за то, что он проявляет такое сердечное участие в жизни нашего города. Все получилось довольно красиво, уютно, удобно. И главное для нас, родителей и наших детей. В дошкольном центре капитальный ремонт затронул не только само здание, но и прилегающую территорию. Асфальтированные дорожки, оборудование площадок под все развлечения детишек тоже не осталось без внимания. Внутри качественная работа по отделке, сносу перегородок, замене окон и дверей, сантехоборудование, электросети. Социальным объектам в нашей стране уделяется повышенное внимание. Хотелось бы отметить, что на этом объекте было работать в два раза приятнее, так как этот объект очень социально значимый. Все, которые прекрасно понимали, что это для нашего будущего. Поэтому очень сильно старались, я думаю, не подвели и было очень приятно. Теперь в обновленной обстановке центра смогут обучаться 10 групп общей численностью 130 воспитанников. В этом году работы по благоустройству дошкольных учреждений велись в каждом районе. За счет бюджетных средств во всех садах заменены окна, окрашены фасады. Конечно, это важные объекты для города. И я, как и говорил, что мы открываем именно для детей. Мы же видим, как сегодняшний день, как дети радостны, в каких они условиях на сегодняшний день находятся. И, конечно, это политика государства, чтобы наши дети были всегда счастливыми. Открытие подобных объектов в преддверии такого знакового государственного праздника – не редкость. Так, в прошлом году на бульваре молодежном появилась новая детская спортивная площадка «Все лучшее детям». Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. В продолжении темы. Еще одним подарком для бобруйчан стал новый рентгенодиагностический цифровой аппарат, который установлен в центральной больнице. Медпомощь в учреждении получают горожане и пять прилегающих районов. На подготовку помещения затрачено около 250 тысяч рублей из городского бюджета. Работы выполняли специалистами завода КПД и Бобруйский энергомонтаж. Оборудование приобретено за счет средств республиканской казны. Стоимость ценного презента – 174 тысячи белорусских. В рамках празднования нашего праздника, как и государственного, мы тоже приурочили вот эти рентген-кабинеты. Конечно, в городе очень многое сделаете. Вы знаете, что у нас идет строительство нового хирургического корпуса. Конечно, это все делается для наших людей. Это современный рентгеновский аппарат на два рабочих места белорусского производства, достаточно функциональный, который будет соответствовать тем задачам, которые ставятся и необходимы для оказания медицинской помощи. Аппарат цифровой, дает возможность быстро получить картинку. Для нас, конечно, как для всех медработников, рентгенолаборантов, рентгенологов, этот презент очень ценен, потому что позволяет выполнять качественную, быструю работу. Аппарат экономически выгоден, так как не требует использования пленки и специальных растворов. Современная модель повышает точность исследования, увеличивает скорость получения результата, необходимое время на экспозицию всего 30 секунд, минимальная и доза облучения. А снимок сразу отображается на экране, что позволяет дать оперативное описание. Вкусный сезон. Сельхоз-ярмарка продолжает свою работу. Белорусская, фермерская, земледельческая продукция и не только. Всеми богатствами можно закупиться впрок. Что почем, разбиралась Елизавета Житкова. Выходные лучше начать с пользой. Далеко идти не надо. На открытой площадке вдоль улицы Максима Горького каждый уикенд работает ярмарка сельхозпродукции. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели гарантируют изобилие даров природы и качества товара. На ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственных товаров. Продукция пчеловодства, живая рыба, овощи и не только. У входа покупателей встречают десятки саженцев плодовых деревьев, кустарников, туй, цветов. Ценник от 10 рублей. Чуть дальше – мед. Старт стоимости – 7 белорусских. Самый ходовой – гречишный и липовый. Охотно берут и живую рыбу. Парель, карп, сом, щука, карась, толстолобик – от 3 рублей за кило. Здесь белорусская наша продукция. Яблоки, огурцы, помидоры, перцы, дайконы. Все, которые нашим покупателям, потребителям нужно считать на этот момент. Очень много витаминов. Самый актуальный товар – это винограды, гранаты, мандарины, перцы из овощей, помидоры, огурец. Личная пасека, Осиповецкий район. Рассортимент разнообразный. Есть лесной мед, малина, крушина, цветочный, кипрей, иванчай, как бы народное название. Цветочный свистением липы. Луговое разнотравье. И цветочный гречневый мед. Мы из Бобруська. Мы частный питомник, предприниматели. Ращипываем плодовые культуры. Но больше розочки. Ну и декоративные, если лаванду, юка и так далее. Так по осени больше берут семечковые культуры. Это яблоньки и груши. Картофель, лук, свекла, морковь – чуть больше 70 копеек. Яблоко – от полутора рублей. Большой ассортимент главного атрибута осени – тыкв. Покупатели щедры на комплименты. В прошлом году взяла много меда, брала 3 литра, брала самого разного. И нам он очень понравился. Мы решили, что вот в этом году мне тоже нужен мед. Беру разный. В общем, мед хороший. Специально пришел за яблоками медовый хруст. Потому что детям нравится. На прошлый ярмарк я, например, картошки, несколько мешков купил. Мне просто супер. Мне очень нравится. Каждый выходной все свежее. Картошка, лук, морковь. Как здорово. Удобно, что каждый год весь город знает. Просто супер. Удобно, что приезжают люди, продают то, что вырастили сами. Бобручане и гости города выстраиваются в очередь за свежими овощами, фруктами, ягодами и не только. Корнеплоды про запас берут телегами. Картофель, капуста, морковь, свекла разлетаются, как горячие пирожки. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Первые ноябрьские дни огорчили белорусов дождем и снегом. Температура воздуха упала. Кроме того, дала себе знать сильный ветер. Все идет к резкому похолоданию и началу морозного периода. Стоит ли расстраиваться, знает Виталий Гаврусев. Ноябрь – это время между осенью и зимой, когда еще не наступили морозы, но уже чувствуется приближение зимы. Погода становится сырой, холодной и ветреной, с дождем и мокрым снегом, а солнечных дней все меньше и меньше. В Дагестане из-за штурмового ветра до 33 метров в секунду без света остались порядка 90 тысяч человек. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Махачкале и Каспийске. 19 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за сильного снегопада. В четверг на землю обрушатся потоки метеоров южной и северной Тауриды. Наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом. Унылая пора, отчая чарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, в багрец и в золото одетые леса. Впрочем, небесная канцелярия готова поспорить с классиком. В ближайшие два дня прогнозируется облачное с прояснениями погоды. Ожидаются дожди. По всей видимости, ноябрь будет самым неприятным месяцем этой осени. Из-за частых вторжений, ненастных циклонов и быстрой смены атмосферных процессов, погода станет крайне неустойчивой, что может привести к экстремальным явлениям. По предварительным прогнозам мировых метеослужб, средняя температура воздуха в ноябре будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Вместе с тем, по сравнению с октябрем, она понизится сразу на 6 пунктов. Так, 6 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по восточной половине пройдут дожди. Возможен мокрый снег, днем без существенных осадков. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!